Здравствуйте зрители и гости моего канала. Сегодня поговорим о истории создания колесного трактора МТЗ и о его предшественниках гусеничных тракторах. Не сильно давно Минский тракторный завод отметил дату 65 лет с начала серийного выпуска первого колесного трактора Беларусь. Что это была за машина, какую имела конструкцию, какими характеристиками она обладала, для чего была предназначена, на что способна и какое потомство дала. Итак, чтобы более ясно представлять при каких обстоятельствах в Минске началось производство первых колесочников, вернемся в историю на несколько лет раньше. Решение о строительстве в столице Белорусской ССР тракторного завода было принято 26 мая 1946 года с авмином СССР. При этом Минский тракторный завод создавался изначально под выпуск пропашных гусеничных тракторов средней мощности типа Кировец Д-35, КД-35. Работы над этой машиной в СССР начались еще в 30-х годах на Кировском заводе в Ленинграде. Прототипом послужил американский трактор Катерпиллер Р-2. Реализации проекта помешала Вторая мировая война, но уже в 43-м году работы по новой гусеничной машине возобновились. Разработку конструкторской документации продолжили специалисты научно-автотракторного института, а местом производства выбрали Липецк. Где на мощностях завода Станкострой был организован тракторный завод. Серийный выпуск гусеничных кировцев с дизельным двигателем начался там в 1947 году. Однако тракторов в стране нужно было много, поэтому задание на производство КД-35 получил и строившийся в то время Минский тракторный завод. Проект предусматривал выпуск до 50 тракторов в сутки. Заводу предстояло наладить производство как тракторов Д-35, так и пускачей ПД-10. Производство осваивалось поэтапно в процессе строительства предприятия. В ноябре 1950 года в Минске начали таки собирать гусеничных пахарей. Правда выпускался в Минске КД-35 недолго, до августа 1951 года, после чего его производство было передано в румынский Брашов. За 9 месяцев на Минском тракторном заводе собрали 406 гусеничных тракторов. Одновременно там же развивалось производство трилевочных тракторов для лесопромышленной отрасли, переданное в Минск с Кировского завода. В 1951 году начался выпуск модели КТ-12А с 36-сильным газогенераторным двигателем Урал ЗИС-352Т. В 1956 году произошел выпуск дизельного трилевочника ТДТ-40, который оснащался 40-сильным двигателем Д-40Т. Он мог за один рейс вывести с лесосеки до 5 кубов древесины. В Минске также были разработаны еще более совершенные трилевочные машины ТДТ-54 и ТДТ-60. Не прекращалось и производство Д-35 и Пускочей, которые поставлялись в Липецкий тракторный завод для оснащения моделей КД-35 и КДП-35, а также устанавливались на первые колесные трактора МТЗ-1 и МТЗ-2. В Минске колесная тема возникла в мае 1948 года. Заводу было поручено проектировать универсальный колесный трактор с 37-сильным дизельным двигателем и гидронавесной системой, позволяющей впервые в СССР обходиться без прицепщика. В октябре 1948 года был закончен эскизно-технический проект трактора в двух модификациях. МТЗ-2 для междурядной обработки низкостеблевых культур с совпадающим следом передних и задних колес. И МТЗ-1 для обработки высокостеблевых культур со сближенными передними колесами. В июле 1949 года из ворот экспериментального цеха вышел первый опытный образец колесного трактора, который стал основой для создания серийной машины. Кроме него было выпущено еще 6 опытных образцов. Все они отправились на длительные заводские испытания. Именно тогда, по предложению главного конструктора Минского тракторного завода Ивана Йосиповича Дронго, семейство колесных тракторов и получило название «Беларусь». Развернуть массовый выпуск колесных тракторов на заводе планировалось в июле 1953 года. Однако старт производства по различным причинам затягивался. И вот, 14 октября с главного конвейера трактора-сборочного цеха номер 2 сошел первый серийный трактор «Беларусь» МТЗ-2 тягового класса 1.4. Смотрите историю развития трактора МТЗ скоро на канале. И не забудьте подписаться и поставить лайк. Пока!